Всем здрасте! Если честно, я не знаю, как начинать это видео, поскольку прошлое видео было очень другим на моем канале, и многим из вас оно очень понравилось, поэтому все последующие видео после прошлого будут мне казаться странными. В любом случае, хотела сказать вам всем огромное спасибо, кто посмотрел предыдущее видео, где мы были вместе с моим мужем, где он отвечал на вопросы. Спасибо вам большое, кто прокомментировал, кто поставил лайк. Это было самое популярное видео в плане лайков. У меня ни одного видео не было с таким количеством лайков, так что огромное вам спасибо. И от меня, и от Нейцера, потому что Нейцер был в восторге. Он мне каждые 5 минут спрашивал, что вы написали, что бы я приводила все комментарии. Он меня просто замучил, потому что для него это было все новое, интересно, он был в полнейшем каком-то детском восторге. А поскольку все-таки это мое хобби, а не его, то часто появляться в моих видео он не будет. Но мы с ним решили, что хотя бы раз в месяц он будет со мной делать какое-то общее видео, поскольку вам всем очень это понравилось, как, видимо, у нас с ним какая-то хорошая общая парная энергетика. Поэтому мы решили раз в месяц делать видео, и мне также немного сложно переводить его. Как оказалось, это намного сложнее, нежели я думала, в план того, как это монтировать. Поэтому раз в месяц, мне кажется, это будет достаточно. Скажите мне, что вы думаете по этому поводу. А сегодня, возвращаясь на мои обычные темы, я вам расскажу, что нового я купила себе за месяц июнь, и что нового я попробовала. Итак, первое, что я сегодня вам покажу, будет вот такая вот деревянная расческа. Это деревянная расческа фирмы. Это фирменная деревянная расческа. Она называется Kent, по-моему. Какая-то, в общем, какой-то еще фирма. Я ее покупала на Look Fantastic. В общем, она деревянная, и зубчики у нее деревянные. Как я вам уже рассказывала, я из той породы, которой не очень любят Tangle Teaser, но я обожаю деревянные расчески. Они очень хорошо расчесывают мои вот эти вот пышно-кудряво немного волосы. И я купила себе такую поменьше, чтобы, может быть, можно было их расчесывать, когда я накручиваю кудри. И знаете, вместо того, чтобы проводить пальцами именно какой-то расческой, чтобы не сильно давал пышноту, не сильно расчесывал, я решила купить себе вот такую и попробовать. Пока она мне нравится. У нее очень хорошие, относительно редкие и сильно выступленные деревянные зубчики. И от этого волосы, кстати, не магнитятся. В общем, она мне очень нравится. Хочу вам показать, какие новые две умывалки я попробовала в этом месяце. И две их я заказала. Две они относительно натуральные. Одна от фирмы Acure, которая продается на Herbie, на Whiteacost. И еще, кстати, есть новый сайт, про который я вам не рассказывала. Я с него сделала заказ, я про него вам расскажу позже. Очень интересные вещи на нем продаются. Ну, попозже вам расскажу в другом видео. Очень пора на трех этих сайтах продается это Acure. И также заказала умывалку от австралийской фирмы... Вот я не знаю, как это произносится, если честно. Как она называется? Акина, наверное. Акайн. Короче, я не знаю, как она произносится. А, пойдем по порядку. Acure. Acure это гель для комбинированной жирной кожи, который мне абсолютно не понравился. Я вообще не очень сильно люблю гелевые умывалки. Но я решила все-таки попробовать Acure, потому что я еще заказала несколько продуктов. И они мне, да, понравились. И слышала я о этой фирме очень хорошие вещи, но умывалка эта мне вообще не пошла. Видимо, эта умывалка именно для какой-то... Ну, не скажу подростковой кожи, но для какой-то более молодой кожи. Для моей кожи она была как твердый такой гель, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть она такая гелевая, но у меня такое чувство после нее было, что у меня все стягивает, что у меня все чешется. И запах ее такой травина, лимонграсс, чай с имбирем и лимоном. Казалось бы, приятный, но не очень приятный. В общем, я ее немного попользовала, буквально дня, дней 5, наверное. Она мне очень не нравилась, она мне прям раздражала, как ей пользоваться. Я ей просто домыла кисти, она уже вся пустая. После этого выкидываю в баночку просто своей кисти, которая для лица. Я мыла ей каждый день, пока она не закончилась. И как раз, когда 5 дней прошло, я ей допользовалась, мне пришла эта. Мой другой заказ, который я сделала. И эту я заказала, потому что здесь и для нормальной комбинированной, и для жирной кожи, и также внутри находятся нейроли. Кто из вас меня смотрит относительно давно, вы знаете, что я обожаю все, что связано с маслом нейроли, всякими маслами, цветочков, диких апельсинов. В общем, очень это люблю. Даже не знаю почему. Хотя знаю, наверное, почему. Мне как-то одна девочка сказала, которая занимается натуротерапией, так это называется, и которая делает сама косметику, что в натуротерапии, да, это называется. В общем, во всех этих запахах, во всех маслах, во всех эфирках и тому подобное, обычно нам будет подходить то, что нам нравится. Если, например, есть какой-то запах, какого-то масла, и он вам не нравится, на вашем теле и на вашей коже он не будет работать. Она говорит, что так принято говорить в это натуротерапии. По-моему, я это выдумываю, это не так называется. Ну, в общем, вы меня поняли. В общем, заказала я себе эту умывалку. Это тоже умывалка, как гель. Она очень пахнет нейроли, очень пахнет. Прямо вот как и крему от Clorans пахнет, так она пахнет. В общем, обожаю этот запах, хотя он немного специфический. Она тоже гель, но вот эта разница, есть гель и есть гель. Это гель, знаете, как плавленый или жидкий мед. Вот представляете, в Израиле этот мед как раз-таки продается в таких упаковках, также нужно его надавливать. Вот такой вот жидкий-жидкий мед. Мне пока она очень нравится. После нее кожа очень гладкая. Я, наверное, впервые поняла, что значит после умывалки кожа гладкая. Очень она дает чувство гладкой кожи. В плане сушить, не сушить, вы знаете, если честно, по-моему, мне все умывалки сушат. Я не могу сказать, что мне что-то когда-либо супер не сушило. Меня все умывалки сушат. Поэтому я выхожу, умылась, еще более влажное лицо. Наношу тоник и потом наношу увлажняющий крем, масло или тому подобное. И не парюсь по этому поводу, если честно. Следующее, я покажу вам два крема для глаз, которые я заказала на дневную основу. Я хотела попробовать какие-то натуральные крема на дневной основе, то есть на дня. Потому что наночу у меня есть крем от Kiehl's Night Recovery, бла-бла-бла, который я очень люблю. И я искала что-то себе на день, поскольку мой Bobby Brown, который я недавно себе купила, я решила им тоже пользоваться ночью, поскольку в нем у меня присутствует витамин А. Витамин А я не хочу, чтобы было соприкосновение с солнцем. В общем, попробовала от Acure и попробовала от... Я это называю антиподс. Но как это оказалось, это называется антиподс. Это называется антиподис. Сейчас я вам как скажу на своем французском. В общем, Acure. Acure для... Написано, что это для нормальной, для сухой кожи. В общем, что он увлажняет, восстанавливает, приводит в себя. Короче, бла-бла-бла. Это вот такой тюбик. Тут есть 30 миль, что это относительно много. Он стоит абсолютно недорого. Это белый крем. Я вам сейчас покажу. Это белый крем. У него такая, знаете, я не знаю, что вы будете видеть. Это белый крем. У него очень-очень легкая констинстенция. И он очень-очень быстро впитывается. Он даже в мою руку сейчас очень-очень быстро впитается. И в зону под глазами он очень-очень быстро впитывается. Но вместе с тем, очень чувствуется, что он увлажняет и питает кожу. Это чувствуется на протяжении всего дня. Но он никуда не растекается. Косметика на нем держится отлично. И если вы... Ну, я не знаю, сколько. Во сколько начинает пользоваться кремом для глаз? Сколько там не было, предположим, 20 лет. Если вам 20 лет, я вам очень советую этот крем. Потому что, мне кажется, он подойдет самому низкому возрасту, до моего возраста. И, наверное, выше. По поводу морщин. Я не знаю, насколько он борется с морщинами или нет. Поскольку морщин у меня таковых нет. И толком ничего в этом плане я сказать не могу. Это нужно, чтобы кто-то, у кого есть морщины, сказал, попробовал и посмотрел. У меня морщин нет, поэтому я это не могу сказать. Но вообще, как увлажняющий, питательный крем. Вот он просто замечательный. Я вам всем советую приглядеться, зайти на Херб или где бы он ни продавался. Может быть, на Вайта Коста. И обязательно почитать о нем и почитать еще отзывы. Потому что отзывы всех возрастов на него хорошие. А второй крем я давно хотела его попробовать. Как показалось, тут у него есть Beauty Award Winner Harper Bazaar. Это такой журнал, насколько я знаю, да? Я могу ошибаться. В общем, это идет вот такая баночка. Она темная. Написано, что это крем на основе семян киви. Тут тоже 30 миль. Его тоже хватит надолго. И тот и этот крем, кстати, когда открываешь, нужно использовать в течение полугода. Поскольку здесь и в том, и в этом есть много натуральных ингредиентов. Слышите ее? Офигевшая. Вот. Он такой вот. Он, кстати, идет в стеклянной баночке. Стеклянная такая, знаете, ну, темная баночка. Чтобы не поводали лучи света. И он такой светленький. В принципе, он напоминает очень тот крем. Видите? Он такой, может быть, у него не легкая-легкая-легкая-легкая. Зелененький какой-то есть оттенок. Но, в принципе, не видно. Он очень напоминает тот крем. Но единственная разница, что он будет пожирнее, наверное, я бы сказала. Потому что в нем, по-моему, очень много разных масел. Но вместе с тем он впитывается также отлично. Он очень хорошо питает. Он очень хорошо увлажняет. И не за счет того, что он жирнее. А просто вот за счет того, что у него очень хорошая, ну, я знаю, как-то питательная система. А он тоже на глазах не чувствуется. Но, конечно, я бы не советовала каким-то большим слоем наносить. А буквально чуть-чуть. И его хватит на безумно долго. Вот этой боди хватит на безумно долго. Именно под зону под глазами. Поэтому я думаю, что когда будет подходить их срок годности, мне придется их мазать на локте. Хотя нет. Я все крема, которые я не хочу пользоваться, но они у меня есть, и мне хочется их никому-то отдавать, мажу на зону декольте. Всегда. Поэтому я эти максимум домажу. И тем и тем кремом я очень довольна. На все сто. Скажу, что вот этот нравится мне немножечко, немножечко, немножечко больше. Потому что мне кажется, что он делает более как бы... Делает эффект более какой-то серьезной работы под зоной под глазами. Наверное, так скажу. Нежели тот. Хотя тот тоже крем замечательный. Не поймите мне неправильно, этот просто на пятерка с плюсом, а то был пятерка. Я бы сказала вот так. Следующий раз я вам покажу серум от Kiehl's. Ночной серум. Вот такой вот у меня ночной крем. И я хотела попробовать давно этот серум. Много про него слышала. Слышала, что это какое-то чудо-средство. Можно его наносить на любой участок тела. Вообще, я его как бы взяла для лица. Но можно его наносить куда хочешь. И он восстанавливает, убирает сухость. И убирает красноту. И что он только не делает. И вот я в тупике, если честно. Вот честно вам скажу, откровенно, я не понимаю, что он делает. Я его уже две недели пользуюсь. Я не заметила ничего на своем лице, чтобы могла, ну, каким-то образом про него вообще что-то вам сказать. Может быть, две недели это мало. Я не знаю. Я знаю, что когда я поставила фотку вам в инстаграм и показала его, то многие из вас написали, что он вам очень нравится, что вы ему довольны, что вы наутро чувствуете, что если лицо вечером было красное, раздраженное, оно встало, это утром, оно намного свежее, а краснота спала, на мне ничего не работает. Я не вижу вообще никакой разницы. Причем не только этот серум, сыворотка, все серумы, сыворотки, что я когда-либо пробовала, на мне как бы не работают. Может быть, я ожидаю какого-то другого эффекта, я не знаю. Может быть, я что-то не понимаю, я не знаю. В любом случае, я им пользуюсь каждый вечер. Я набираю 3-4 капельки, как здесь написано. Тут синяя такая бутылочка, тут внутренняя пипетка, которую вот так вот нажимаешь, он набирает саму эту сыворотку в пипетку. Все очень удобно. Я взяла маленький вариант, где 30 миль. Но вот эффекта никакого пока не поняла. Я не знаю. Может, я что-то не понимаю. Если кто-то из вас пользуется, расскажите мне, может быть, подробно. Состав у него, кстати, у Kiehl's, у них состав, знаете, кому интересно, они как бы подразумевают собой натуральные составы, но на самом деле есть у них много очень ингредиентов, которые вызывают аллергию. Поэтому кто аллергетик, косматик, нужно быть аккуратно с этой фирмой. Последнее, давайте пройдемся по дикотекоративке. Новое слово, дикотекоративке. Первое, что я вам хочу показать, я уже 100 раз показывала, просто хочу какой-то свой отзыв быстренько сказать. Гель для бровей. Я купила новый гель для бровей, то есть свой старый, которым я пользовалась уже раза 4. И как раз, когда я летела в Латвию в феврале, у меня он закончился. И я купила в Duty Free вот этот вот Pro Longwear Waterproof Brow Set. Тоже от MAC с маленькой кисточкой. И я вам недавно рассказывала, что я все-таки им недовольна. И когда я вот этот свой старый заново купила, у него кисточка такая вот обыкновенная, я поняла, насколько я была тем недовольна. Разница просто очень большая. Я знаю, что вам и в цвете, пока что большая разница. Меня цвет меньше всего смущал, хотя кого-то из вас я знаю, что он смущал. Меня смущала и консистенция, она очень жидкая. Мне смущала эта кисточка, мне приходилось минут 5 стоять и мучиться своими бровями, когда вот с этим вот 10 секунд и все готово. Эта консистенция намного более густее, намного легче наносится, намного быстрее застывает, держится весь день. Брови как прибитые. Я на брови свои, кроме вот этих гелей, ничего больше не наношу. У меня дома нет ни карандашей, ни теней для бровей, ничего. Я ничем не пользуюсь, поскольку у меня брови есть, мне не нужно их как-то дорисовывать, мне их просто нужно закрепить и немного выделить. Вот это то я и делаю. Вот этот вот у меня в номере, который я наконец знаю, как называется, Бигайл. Я его долго искала в Маке, я уже думала, что его больше не продают, но его продают. Я пробовала другие гели, более дешевые. Честно вам скажу, я не избалованная, но на моих бровях вот это работает лучше всего. Вот реально лучше всего, и этот намного быстрее закончился. Этот держится полгода, этот закончился вот в феврале я была. Еще полгода не прошло. Поэтому этому большой минус, хотя я знаю, кто-то из вас этот больше любит, но вот для меня это, ну просто незаменимая вещь. Вот действительно незаменимая вещь, которой вот нету ей аналогов все-таки. Для меня лично нету ей аналогов. Еще из декоративки я попробовала, хотела давно попробовать, потому что слышала много хороших отзывов. Тушь от Бобби Браун, которая называется Smoky Eye Mascara. Вот она идет. Что она такая грязная? Не знаю. В общем, идет в таком серебряном тюбике. У нее кисточка, ну знаете, обыкновенная, обыкновенная ворсовая кисточка. Ничего особенного, а самая обыкновенная кисточка. Что я от нее ожидала? Ожидала от нее, я люблю туши, которые дают объем, потому что у меня относительно длинные ресницы, и любая тушь дает хоть немного длины. Поэтому мне важен объем. Ну и под названием Smoky Eye я думала, что эта тушь как раз таки будет давать такие, ну, черные ресницы, такой красивый объем. Первое, что эта тушь давала первые две недели, она сыпалась и растекалась, как глаза панды. То есть она абсолютно, она просто вот я наносила, проходила два метра, она уже осыпалась. Первые, я не знаю, первые две недели она просто дико осыпалась. Я была, знаете, настолько разочарована, я просто не понимала, как так может быть. Ну как, я наношу ее, она уже осыпается. Как такое может быть? И мне постоянно нужно было, я просто постоянно ходила с зеркалом, себя поправляла. Но что-то в ней произошло, может быть она подсохла, может быть что-то, я не знаю что. Осыпаться она перестала. Странно, да, казалось бы, тушь обратный эффект идет. Сначала не осыпается, потом начинает. У меня вот так вот, я не знаю, что в ней было. Но в любом случае, я считаю, что эта тушь однозначно не стоящая тушь. Она не стоит своих денег. Она не делает никакого супер эффекта, ни смоки, ни объема, ни вау-вау-вау, ни тра-ра-рау. Я думаю, что какая-нибудь тушь Maybelline или, ну, каждому свое. Ну, для меня, например, Mass Market, это Maybelline хорошие туши. Любая другая тушь Maybelline переплюнет ее в два раза. Поэтому я вообще никому ее не советую. Несмотря на то, что она перестала осыпаться. И она просто делает такой, знаете, эффект, ну, неплохо прокрашенных своих весничек. Ну, знаете, за такие деньги можно и гурмандист купить, который в миллион раз лучше. Несмотря на то, что через месяц он начинает осыпаться. И последнее, что я купила от Боби Браун, что я очень давно хотела. Консилер под глазами. Мой Yves Saint Laurent Tushiklan наконец-то закончился. Он мне уже, о, наконец-то. У него срок годности полгода. Он у меня держался полтора года. Он меня задолбал, но он наконец закончился. И мне подружка, у которой очень сильные синяки под глазами, как она это говорит, посоветовала купить вот этот. Я долго не думала, если честно. Думаю, если она советует, значит куплю. Как-то не знаю. Я ей доверилась с первого раза. Вот. Кстати, этот стоит дешевле, чем Tushiklan. У Tushiklan есть, по-моему, там что-то грамм с половиной. Я сейчас не вижу сколько. А, нет. 2.5 миль. А здесь есть... И сейчас кончится батарея. А здесь есть 6 миль. Этот стоит, по-моему, в шекелях около 200. Этот стоит, по-моему, 120 или 130. Короче, этот выгоднее, как ни крути. Он идет стандартной кисточкой. Ну, в общем, стандартной. Я могу сказать, что этот продукт на пятерку. Спасибо большое моей подружке, что она мне посоветовала, что он ей понравился. Потому что мне очень-очень нравится. Мне он больше нравится, чем Tushiklan. У него легкая такая кремовая консистенция. Очень хорошо наносится под зону под глазами. Неплохо маскирует все синячки. Держится весь день. Ничего не сушит, не опадает, ни в складочки не влезает. В общем, очень-очень классная вещь. Я вообще не помню, что вам рассказывать, потому что у меня села батарея. Вот люблю Кену. Но батарею у Кену, но этих фотоаппаратов, они просто ужасные. Поэтому, если вам нужна батарея, покупайте на ebay. Она держится раз в 10 дольше и стоит копейки. В общем, в любом случае, эту штуку очень-очень советую попробовать. Кто ищет для себя консилеры, кто любит из вас Tushiklan. И хочет поменять что-то, хочет найти что-то подешевле, поинтереснее. Не поинтереснее, просто подешевле, что-то другое, что-то новое. Вот обратите внимание. Серьезно, стоящая вещь. Ну вот такие вот новинки у меня были за месяц июнь. Что-то мне понравилось, что-то меньше. У меня уже много новинок за месяц июль. Но об этом я вам расскажу в следующем месяце. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok